Здравствуйте! Это новости доказательной неврологии. Плавикс онжиклопедагрели – это препарат, который уменьшает свертываемость крови. На сегодняшний день очень часто используются данные препараты и чаще всего они используются в виде в двойной антитромбоцитарной терапии, когда к Плавиксу добавляют аспирин. Плавикс угнетает связывание АДФ с его тромбоцитарным рецептором, тем самым блокируя дальнейшую активизацию комплекса гликопротеина 2B-3A, обусловленную АДФ. Это способствует подавлению связывания фибриногена с другими молекулами, участвующими в адгезии, последнего шага в агрегации тромбоцитов. Плавикс также угнетает агрегацию тромбоцитов, вызываемую другими агонистами, путем блокирования влияния АДФ на активизацию тромбоцитов. Ацетилсалициловая кислота или аспирин ингибирует фермент циклооксигеназу, что препятствует образованию тромбоксана А2 тромбоцитами и предотвращает высвобождение АДФ, активизирующего тромбоциты. Таким образом, сочетание Плавикс и аспирина обеспечивает задействование двух разных механизмов, препятствующих агрегаций тромбоцитов. Такая двойная антитромбоцитарная терапия снижает угрозу образования смертельно опасного тромба. Использование Плавикса в качестве стандартной терапии позволяет обеспечить снижение долгосрочного риска развития инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистой причины. Удей утверждает, что при терапии клопидогрелем не повышается и не уменьшается риск общей смертности при инфаркте миокарда. Исследования ДАПТ, двойной антитромбоцитарной терапии, были опубликованы в 2014 году в журнале The New English Journal of Medicine. Данное исследование, в котором говорится о том, что две группы пациентов одной группе назначали данные препараты на протяжении 12 месяцев, другой группе назначали данные препараты в течение 30 месяцев. Это пациенты, которые перенесли коронарное стентирование. Вывод данного исследования в том, что во второй группе, где назначался препарат в течение 30 месяцев, В отличие от первой группы, где препарат назначался в течение 12 месяцев, частота инфаркта миокарда и тромбоза стенда значительно меньше. Оно отмечается смерти из-за рака и из-за травмы. FDA обратила внимание на данные исследования и решила изучить подобные исследования, которые имеются вообще и которые были опубликованы когда-либо. Изучив все исследования, FDA пришли к выводу, что при двойной антитромбоцитарной терапии, когда используется клопидогриль и аспирин в течение 12 месяцев, риск общей смертности при инфаркте миокарда не уменьшается, что равносильно и равнозначно при такой же терапии более короткие промежутки времени. В данных исследованиях не отмечалось побочного явления по типу как рак. Я думаю, что в ближайшее время и в будущем мы не раз еще услышим о данных исследованиях. Оставайтесь на нашем канале и вы будете в курсе новостей неврологии. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok